Вторая часть большого проекта. В Ивановском доме национальности открылась выставка «Восстановленная традиция текстильной династии. Нербенёвы, Марокины, Фокины». В экспозиции работы художника Андрея Мадекина, потомка известных фабрикантов. И если накануне в художественном музее на суд ивановцев автор в основном представил свои гобелены, то здесь он продемонстрировал реалистическую живопись. Здесь я представляю портреты своих родственников. Тут есть мой автопортрет, портрет жены, сына, портрет прадеда Павла Никоноровича Дербенёва, бабушек моих. Так что я очень рад, что здесь, в Иваново, я могу показать ту живопись, которая непосредственно связана с городом. Прадед Андрея Мадекина, Павел Никонорович Дербенёв, был четвёртым городским главой Иваново-Вознесенска на рубеже XIX-XX веков. Он внёс большой вклад в развитие города. При нём в Иваново-Вознесенске было открыто три училища. Вообще больше всего меня просто поражает, что Андрей Ильич сохранил великолепный семейный альбом. То есть огромное количество фотографий, которых, в общем-то, нигде больше ни у кого нет, наверное. Потому что вот в нашем музее далеко не всё это есть. Хотя бы посмотреть, как выглядели люди, потому что люди... Это была эпоха, целый расцвет города. И, кстати, Павел Никонорович Дербенёв вообще, кстати, был самым деятельным городским головой. Художественно-исторический проект «Восстановленная традиция» посвящён 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. Наш регион – исторически сложившийся центр текстильной промышленности, у истоков создания которой стояли крупные купеческие династии. Для нас было интересным сделать такую связь времён, как бы, это вот те династии знаменитых ивановских текстильщиков, промышленников, которые развивали промышленность в городе Иваново, и проследить судьбу их потомков. Потому что, ведь понятно, что в 20-й бурный век он принёс очень много событий, бед, революции, гражданская война, Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, вот эта связь показалась для нас очень интересной с точки зрения восстановленных традиций. После торжественного открытия выставки в Доме национальностей состоялся круглый стол с участием учёных. В ходе которого участники встречи поговорили о вкладе предпринимателей в развитие нашего города. Ведь до сих пор мы можем видеть фабрики и особняки церкви и общественные здания, построенные фабрикантами.